...об его справедливости. В 79-м году я женился и получил права. Отец мой собрал виноград и пришел к нам один знакомый. Говорит, возьми виноград, отвези себе домой. Он говорит, да вот же машина. Говорит, нет, нет, он только сегодня получил права. Отец мой двинок. Да ладно, права же есть, вот здесь быстро отвезет и привезет. Ну, мы повезли виноград. Назад еду я по улице Жуковского вверх. Проезжаю, и как раз, когда проезжаю, встречная машина, я бью эту машину. Прям в двери. Все соседи вышли, Пенчик, ты виноват. Ты виноват. Ты здесь, там дорога большая, а здесь узкая. А оказывается, не в этом дело, дело в том, что нерегулируемый перекресток. И здесь помеха справа. Я говорю, ну ладно, если я виноват, знаешь что, давай мы машину мою покатим прямо во двор. Я сделаю. Да не, когда вы здесь сделаете, мне завтра надо уезжать. Я говорю, у меня есть звук, который сделает быстро. Мы приезжаем, открываем ворота, и Боря выходит, мой брат. Откуда ты ехал? Я говорю, отсюда. А он откуда? А он отсюда стоит. Какой же виноват? А тут, говорит, я виноват? Давай машину поставим на место, давай вызовем ГАИ. Одним словом мы поставили машину на место, ГАИ приехала, Боря подходит, ему говорит, слушай. Мы, говорит, здесь тоже пальцем, не пальцем деланные. Мы все понимаем, все знаем. Делать все по справедливости. Все как положено. Ну, мы зашли, значит, все рассказали, как, что. И этот ГАИшник ему говорит этому. Который говорит, чему Айбдор, чему Машина Викунет. Ману Икунет. Он вообще так удивился. Ну, я чего, этим хочу сказать, что вот он действительно понимал все тонкости, то, что он проработал, у него хороший большой экспириенс. И еще один момент. Он ехал.